Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня мы поговорим о такой важной части стрижки, как филировка. Почему-то в последнее время многие барберы начали утверждать, что это не нужно делать и убеждать в этом клиентов. Это немножко не так, и я объясню вам почему. Ну что ж, друзья, поехали! Для начала давайте разберемся с вами, что такое филировка. Когда мы срезаем, когда парикмахер срезает прядь, он отделяет прядь, допустим, размером ширины в сантиметр или в полсантиметра, оттягивает ее вверх, либо вбок, не важно, оттягивает ее и срезает. Использует он для этого прямые ножницы. Вот они, прямые они, потому что здесь два полотна прямых, они цельные. Все. Он срезает эту прядь и образуется срез. И когда этот срез падает потом, когда мы всю голову таким образом простригли, мы увидим вот эти границы срезов. Это неправильно, и волос будет толстый, плотный на конце, в нем может застревать расческа. Это все моменты вот после среза. Соответственно, мы после этого используем либо филировочную технику с помощью прямых ножниц, либо филировочные ножницы. Они выглядят уже другим образом, они бывают разные, но здесь есть прорезь. Может быть разное количество зубцов, они могут быть филировочные, флажковые, не суть. Лезвие не цельное. Соответственно, когда мы берем с вами филировочные ножницы, прядь уже срезана. Чтобы вы понимали, мы заводим их чуть ниже линии среза, делаем удар. И после того, как мы сделали удар, у нас не вся прядь отрезана. То есть у нас выбивается частично прядь. Каждые ножницы убирают определенный процент. 5, 10, 15, 20. Все по-разному. Но мы убрали часть пряди. Что нам это дает? Прядь получается в конце тоньше. Соответственно, эта прядь уже может смешаться с другими прядями. То есть срез мы не увидим. Это дает нам возможность удобнее и лучше укладываться. То есть мы не видим среза. Это не дает застревать расчески. То есть нам удобнее укладываться. Укладка носится дольше. То есть филировка это очень важная часть доработки стрижки. Ей нельзя пренебрегать. Если ваш барбер этого не делает, это может быть только в одном случае. Если у вас тонкий, редкий, светлый, либо темный волос. Если у вас густые волосы, они хорошо растут. Если у них достаточная длина. Если у вас азиатские волосы, филировка должна быть. Ну, прям почти всегда. Иначе будет тяжело расчесываться, тяжело укладываться. Волосы будут постоянно путаться. Это неправильно. То есть, друзья, филироваться нужно. Филировать волосы. Как понять, что ваши волосы не профилировали, хотя должны были? Есть несколько способов. Первое. Возьмите расческу, проведите ей по голове. Если где-то вы чувствуете, что расческа идет тяжело, значит там должны были ваши волосы профилировать. Если стрижка нормально проработана, расческа будет проходить легко в любой части стрижки. Вы нигде не испытываете того, что она где-то как подзастревает. Ты не придешь! Если хоть где-то вы натолкнулись на сопротивление, значит там мастер не доработал вашу стрижку. Также вы можете взять буквально сантиметровую прядь у себя на фронтальной части головы, поставить пальцы у корня и вести от корня вверх. И вы должны почувствовать, как будто, что прядь немножко вот так утончается и сходит на нет. В таком случае значит, что все правильно. Значит, то, что волосы проработаны, все хорошо. Если же вы чувствуете, что вся прядь ровная, одной толщины резко заканчивается, значит вас не профилировали. Это неправильно. Это недоделанная стрижка, к сожалению. Филировкой можно испортить стрижку. Не умея работать этим инструментом, не умея применять эту технику, мастер может вашу стрижку испортить. У вас может начать просвечиваться скальп. Если где-то он слишком сильно, слишком агрессивно будет это делать. Очень часто можно встретить такое, когда молодые мастера берут свои ножницы филировочные, заводят их, грубо говоря, в массу волос и начинают его прям долбить вот так вот там в разные стороны. Все это летит. И в итоге смотришь, там все пятнами как будто выгрызли. Это просто неправильная работа. Есть множество техник, как можно филировать волосы. И у нас есть отдельная академия в Омске, где ребята учат, как это делать. То есть это не тема нашего сегодняшнего выпуска. Как понять, что мастер филирует вашу прядь? Либо он берет филировочные ножницы, как я уже сказал, зубцами, либо он берет прямые ножницы, оттягивает прядь, разворачивает руку вертикально. Ножницы стоят вертикально, и он работает с прядью вертикально. Тогда это филировка. Если рука наклонена под углом, это уже совсем другая техника. Эта техника среза называется на Point Cut. Это другое. Соответственно, друзья, обратите внимание, как прорабатываются именно ваши волосы. Это важно. Либо же эту технику можно еще использовать как свободный поинтик. Там много терминологий, но суть в том, что вертикально мы филируем, под углом мы уже работаем с прядью, мы меняем ее длину. Все это. То есть вы это легко увидите в зеркале, как он держит ножницы. Это сразу понятно. Можете задать вопрос своему мастеру. Это очень правильный вопрос, на самом деле, будет. Когда он последний раз точил ножницы? Это очень важно. Почему? Очень многие ребята, которые приходят, мы их собеседуем. Простой вопрос. Когда ты последний раз точил инструмент? Вот 85% хочу его наточить. В смысле? Ну, то есть, конечно, точить. Вообще, ножницы нужно точить раз в 5 месяцев. Их нужно смазывать. За ними нужно ухаживать. Ножницы бывают очень дорогие. У большинства мастеров сейчас, к сожалению, инструмент дешевый. Инструмент, за которым не ухаживают. И поэтому их филировочные ножницы часто начинают рвать волосы. Они его как бы выдирают. Клиентам это неприятно. Результат не тот, который должен быть. И они начинают говорить, что филировка не нужна, что это плохая техника и все тому подобное. Также не все умеют просто тупо работать с этими ножницами. Есть там всякие топ преподаватели, которые выросли просто из бывших, да, там, мастеров в условиях дефицита рынка. Которые объясняют то, что филировочные ножницы не нужны. Просто они не умеют с ними работать. И у многих преподавателей, к сожалению, сейчас нет даже классического образования. Даже ПТУ не заканчивали. Поэтому они этого не знают. Так что, друзья, обратите внимание на то, как мастер дорабатывает стрижку. Просто пробить машинкой и отрезать лишнее, это еще только 20% работы. Тут нужно и уложить, и грамотно проработать, и объяснить вам, как это все будет носиться. Поэтому филировка очень важная часть. Подводя итог, друзья. Если у вас азиатские волосы, вы брюнет, у вас густые волосы. Если у вас застревает расческа, если вы чувствуете, что укладка разваливается через несколько часов после того, как вы ее собрали, филировки быть. Если у вас светлые, тонкие, редкие волосы, нефилируемых. Если где-то есть зона, допустим, у вас редеет волос на макушке, да, вы начинаете лысеть, там филировать не нужно. Или очень-очень аккуратно по самому концу пряди, иначе может засветиться ваша зона выпадения волос, и это будет сильно заметно. Друзья, если у вас длинные волосы ниже плеч, допустим, либо каре, то просто расчесываться нужно начинать всегда снизу вверх, чтобы волосы не запутывались. Если вы поведете от корня вниз, они просто сами запутаются, и расческа не пройдет. Это немножко другая история. Тема филировки подходит, то, что мы объяснили, волосам до 10 сантиметров. Прямо легко, свободно можете вести расческой. Ну что ж, друзья, не забываем о нашем открытии в Калининграде, Питере, Смоленске. Скоро мы уже там будем, либо уже, может быть, вы смотрите этот ролик, когда мы там открылись, друзья. Поэтому переходим на сайт в описании, barbarossa.top, находим свой город и записываемся к первоклассным мастерам с 20% скидкой на первый визит. И не забудьте сказать, что вы с YouTube-канала. Ну что ж, друзья, если вы хотите стать мастером, который умеет правильно применять парикмахерские техники, наша Академия в Омске с радостью вас научит. Позвоните в филиал, мы все вам расскажем. Спасибо за просмотр, пишем в комментариях, филировали ли вам волосы и были ли переборы с этим, либо наоборот недоборы. И до встречи в следующих выпусках.